Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня такая тема, которая жутко одно время зафорсилась в интернете. Все начали смотреть ГСПГ. Я думаю, что, соответственно, я сейчас озвучу нетипичную причину повышения ГСПГ, о которой в интернете мало говорят. Только качественные витамины и другие добавки на проекте Волгалла почувствуй силу Одина. Ссылка в описании видео. Хотя она касается типичной причины, это проблем с печенью. Я вам постараюсь коротко рассказать, как начинаются эти проблемы, в чем они заключаются и как это все может в некий карточный домик. Когда вы вытащили одну карту, и у вас поломался весь гомеостаз, весь метаболизм, вырос ГСПГ. А значит, по поводу цифр, все хотят конкретных цифр ГСПГ, я все-таки считаю, что в норме все должно быть в середине референса. Когда я увижу какие-то научные исследования, что ГСПГ равен возрасту, ну, такие объемные исследования, в принципе, я готов в это поверить. Вот сам для себя даже склонен, соответственно, удерживать ГСПГ по низу референса, либо я художник, я так вижу. Вас к этому не призываю. То есть для меня ГСПГ где-то 20-15, это прям вот хороший ГСПГ. Но в принципе вы можете держать и 30, и 45. Это вполне себе нормально, не является с точки зрения классической медицины патологией. Но мы должны понимать, если ГСПГ 70, ну, это многовато. А если пошло под соточку, да даже 80, с этим надо что-то делать. Значит, далее, далее. Соответственно, так как все, что у нас связано с симптомом ГСПГ, происходит через печень, мы будем разговаривать о печени и кишечнике, очень коротко, и я всю информацию буду ультрировать. Это будет выпуск без тяжелой терминологии. Тяжелой терминологией я вас нагружу хоть и с объяснениями. Вот сейчас только-только начинаю снимать выпуски. Мы будем читать медицинскую литературу, и там будут мозги кипеть у вас. Вот, поэтому, соответственно, чтобы разделить сложную информацию и простую, чтобы одному зрителю, кто любит просто, вот, будет моя говорящая голова, кто любит тяжело, будет книжка, будет текст. Естественно, книжку можно будет скачать в интернете, перечитать при желании, кому не понравится на слух. Вот, поэтому это дело все решаемо. Сегодня говорим просто. Если говорить просто, запоминаем, ГСПГ это равно печень, не углубляемся туда, что да как. И сносочка вам такая, что ГСПГ, раз это равно печень, вроде как мы должны, ну, то есть, вот нормальный там билирубин-алатасат, да, вроде в обычном понимании обывателя нет, значит, проблем с печенью. Но нет, дорогие друзья, гипотология очень широкий спектр. Когда мы будем читать, у меня есть учебник по гипотологии, мы будем это дело изучать, вы увидите, что там куча анализа. И помимо того, что вы можете сделать УЗИ печени, да, то есть, вы можете сдать и гамма-ГТ, и глобулины на показатели печени. Там много всего. Я уж молчу о том, что банальный, соответственно, показатель мочевины, он тоже может говорить о том, как чувствует себя ваша печень. Если резюмировать еще проще, тем самым подводить итог, вот этот огромный объем анализов, соответственно, по необходимости можно сдавать, можно не сдавать. Но если вы увидели, что с вашим ГСПГ что-то не так, а при этом у вас каких-то глобальных эндокринных проблем не было, мы все равно в первую очередь подозреваем печень. Но опять же, как мы мыслим, просто так печень отвалиться не должна была. Ну, предположим, что мы не пили, не курили, вели относительно здоровый образ жизни, ходили на фитнес и даже стероидами не пользовались. Уж те, кто пользовались стероидами, я там вообще молчу. Вот, значит, что отвалилась печень? Значит, печень может отвалиться, потому что у вас первичный барьер отвалился, развалился. Какой барьер? Детоксикационный барьер. Первичным детоксикационным барьером является ваш кишечник. Все, что вы скушали, шашлык на Новый год, я не знаю, на 1 мая, еще что-то. Там какие-то вещи вы проглотили, они были несколько токсичными, неполезная какая-то совсем неидеальная еда. И даже полезная еда, она все равно содержит и липопротеиды низкой плотности, и бактерии. Вы не сможете никогда, ни при каких условиях ежедневно питаться стерильной едой. Попадают бактерии. Вот, если есть такой момент, особенно, что у пациента, а это вот, ну, у меня 75%, наверное, пациентов, это с перегибом желчного пузыря. О чем мы говорим? Желчь в нашем организме, помимо вот этих процессов ферментации, это естественный антисептик, который сбрасывается как раз в момент, соответственно, когда вы приняли пищу. Что происходит? Если желчный отток нарушен, то в вас растут патогенные биоты. Патогенные биоты растет, может быть, живет в каком-то патологическом количестве, но там иммунная система ее давит, не дает ей развиваться, то есть она там заморозилась на каких-то своих цифрах. Вот, что происходит? Патогенная биота, помимо того, что она просто живет и объедает вас в микроэлементах, в вашем любимом качковском белке, если меня смотрят качки, да, там они на кислотах, в витаминах. Значит, патогенная биота еще и помирает. А раз она помирает, значит, организм должен эти токсины выводить. Плюс она сама, когда существует, она некие бактерии, они могут производить токсины. Сейчас мы будем в это углубляться. Кому интересно, смотрите про анализ ХМС по Осипу, я там все подробнее рассказывал. Но суть в том, что у вас может, прости, эндотоксин, клазмологен или, соответственно, даже до этого дела не доходить, если она получает дальнейшее развитие во внутренние органы, тоже стафилококкс, помните, он может жить где угодно, от сустава до внутренних органов и давать свой отдельный такой патогенез. Поэтому также могут поступать и различные другие бактерии, кто где живет. Это тоже отдельная тематика. Но просто, опять же, чтобы было все просто, потому что мы захватываем огромные объемы. Мне вам надо объяснить примерно хотя бы, как это работает. Кому интересно, мы можем там отдельно кишечник разбирать. Но там можно выпусков 300 сделать про кишечник только. Вот, значит, поэтому вот так вот схематично нарушение функции кишечника ведет к нарушению, соответственно, первичного барьера. Дальше это все будет сбрасываться на печень, так как у нас печень, детоксикационный орган. И, конечно же, ей будет в этом случае сложно. И не быстро, но постепенно, постепенно, с годами, а как бы у нас вообще не принято, даже вот в классической такой советской медицине, почему-то вот на практике не принято смотреть патогенные все вот эти вот биоту патогенную, хотя в учебниках это есть, и мы будем с вами это читать. Вот, поэтому, соответственно, люди с этим живут годами. И когда вы с этим сталкиваетесь, сталкиваются, соответственно, уже со следствием того, что вот куда-то это вылилось. Если невысокие ГСПГ, то нарушение, соответственно, желчного оттока, камнями, взвесими в желчном, еще что-то, это все в замкнутый круг превращается. Я сейчас перечисляю просто базисно, тезисно, там огромное количество проблем может быть, липидные включения в печени, кто делал УЗИ, там мам, пап, себе очень часто находим липидные включения в печени, ну вот и так далее и тому подобное. Что хотелось бы здесь подчеркнуть? То есть, понизить ГСПГ мы можем, мы должны выявить причину. И как минимум сделать профилактически, соответственно, посмотреть все данные по печени и все данные по ЖКТ. В группе риска люди, кстати, у кого повышена хеликобактерия. Хеликобактерия начинает все обжирать и, соответственно, ослабляет все способности организма бороться с другими бактериями, если просто говорить, да, то есть иммунная система ослабевает. И к хеликобактерии присоединяются другие ее друзья-коллеги, тоже не шибко хорошие. И, в общем-то, вот если вы находили, как когда-то у себя хеликобактерии, все вот эти вот гастритные, язвы, эрозии, да, истории, то точно вам нужно сдавать хромомасспектрометрию по Осипову и точно вам нужно идти потом, когда вы вытравите все бактерии, идти на детокс. Все это идет поэтапно. Детоксом, вытравлением бактерий, засевом хороших бактерий не занимаются одновременно. Это отдельная тема, как это лечить. Но помните, что не всегда хорошая идея выпить пребиотиков, пребиотиков выпить и сказать, что все нормально, все хорошо, мне стало легче. Даже если легче стало. Это временно. То же самое, если вы пропили какой-нибудь стонозолол, да, качки любят так делать, и стало легче с ГСПГ. Это, конечно, хорошо, что здесь сейчас симптоматически вы все-таки ГСПГ, там, сотки с какой-нибудь вашей уронили. Но, соответственно, вы не разобрались, почему повысился ГСПГ. А это, как правило, вот такой вот замкнутый цикл. Опять же, я вам перечислил только вот причину, о которой ветка говорят все же, да, о которой ветка заводят разговор. Почему может повышаться ГСПГ? Никаких других, соответственно, причин. Моя причина не отменяет. Генетическая детерминированность также может быть. Анализ на генетику также можно сдать, посмотреть. Вот. То есть это не нивелирует, это не нивелирует слова других моих коллег по поводу других, соответственно, патологий, которые могут вызывать рост ГСПГ. Я уж молчу про то, что Юценко-Кушинга никто не отменял. И если вы там, ну, почему я смеюсь, чтобы было это понятно, это все-таки, ну, редкое такая комплексное патологическое эндокринное такое состояние, заболевание эндокринной системы. Вот. Но если вы там нашли, ну, понятно, что про ГСПГ там вопросов не будет. Поэтому причины могут быть самые разные. Ну, вот такая очевидная причина, которая на поверхности, которую вы в силу проверить, там, ну, пару анализов. Я бы сказал, что это, вот, посмотрите, кишечник, хромоспектрометрию по ОСИПУ сделайте, сделайте анализ отдельно, соответственно, на количественную, количественной хеликобактерии и дыхательный тест сделайте на хеликобактерии. Вот. Ну, посмотрите состояние печени, ну, базово посмотрите. Аллат, осад, билирубин, гамма-ГТ. Все. Вот это, так скажем, что можно сделать самостоятельно, даже перед тем, как принять решение, нужна вам помощь врача или нет. Вы можете, знаете, как сделать? Вы можете, допустим, того же ОСИПа вы сдали, вам тоже подчеркнут и цветную табличку выдадут, что у вас там не в порядке. То есть, уже у вас будет первая информация. По тому, как это все лечится, мы будем по книжкам учить, потому что, ну да, многие просят схемы лечения, но схемы лечения просто так, это вот обезьяна с гранатой давать, да, если человеку просто дать это лечение, когда, типа, вот у тебя от печени пей, там, гептрал, гиперхолестериномия, пей статины, да, и человек просто себя убьет этими статинами. И тот же гептрал, ну все есть лекарства, все есть яд, все в определенной мере вредно и полезно, ну поэтому, ну, не надо ведрами пить препараты. Вот, и вообще, может быть, он просто вам не показан, и по какой-то причине это будет не то. Даже у витамина С, и в инструкции написано летальный исход, его можно переесть. И, соответственно, да, это высокие дозировки, но тем не менее, некоторым людям, у кого организм уже ослаблен, ему нужно очень вдуматься, что ему нужно пить, что не нужно. Поэтому мы начнем из учебников, издалека, как говорится, но если вы сами решите себе что-то назначить, это очень сильно снивелирует ошибку. Поэтому, кому интересно, следите за событиями на канале. Скоро эти выпуски с учебниками будут, соответственно, выходить, дорогие друзья. Ну, я надеюсь, я вам что-то новое рассказал. Соответственно, пишите обязательно ваши комментарии. Мне очень приятно, что вы поддерживаете мои выпуски. Меня очень мотивирует, соответственно, ваши позитивы, смайлики. И просто, что когда вы пишете, что вы хотите еще какой-нибудь выпуск, это супер здорово. Те, кто хочет спорить, опять же, я всегда за спор. Но, на мой взгляд, так как я постоянно привожу академические источники в своем видеоблоге, чтобы спорить, нужно привести академический источник. Так будет интересно спорить. Опять же, когда человек говорит, я пропил гиптрал, у меня там условно упал до СПГ, или там, соответственно, печень пролечилась, все хорошо. Это не показательно. Потому что мы это научным путем никак не зафиксировали. Сегодня хорошо, завтра все плохо. Что для него хорошо, это тоже очень большой вопрос. Кто-то, опять же, пишет, я чувствую тестостерон, если я его там мало и редко колю, а потом не делаю, вообще не лечусь после этого, никаких ПКТ не делаю, ничего. Тоже, соответственно, непонятно, что для него хорошее самочувствие. То, что он может оценивать как хорошее, то, что он может оценивать как хорошее, на самом деле будет плохо. Для большинства. Потому что вспомните тот анекдот. А как вы с ней живете? Ну так она не хочет, а мне и не надо. Вот она оценка людей, что в их жизни все хорошо, с их здоровьем все хорошо. Поэтому будьте внимательны, дорогие друзья. Конечно же, если вы захотите узнать о чем-то подробнее, я вас жду на своих платных онлайн-консультациях. И да пребудет с вами здоровье! Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон»